После трехмесячного дистанционного обучения 11-классники снова за партами. С 3 июля началась сдача ЕГЭ. На участие в итоговом испытании по школьным предметам в нашем городе записались не все. Из 28 выпускников 11-х классов четверо сдавать ЕГЭ не планируют, так как планируют продолжить образование в учреждениях среднего профессионального обучения. На базе Сестройской школы номер 2 организован пункт проведения единого государственного экзамена. В отличие от прошлых лет, в этом году количество экзаменов, проводимых на его площадке, увеличилось. Вместо традиционных русского языка, математики и общества знания, школа проведет все экзамены, кроме английского языка. Также в расписании выделены резервные дни для тех, кто не явится на экзамен по уважительной причине. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора в пункте ППЭ Сестройской школы номер 2 при входе в здание обеспечено проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала признаками респираторных заболеваний. Также при входе в здание установлены инцезаторы с антисептическими средствами для обработки рук. Помещения для проведения экзаменов оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей. Отличительной особенностью этого года являются рекомендации, разработанные Рособорнадзором совместно с Роспотребнадзором. Они предусматривают, что все организаторы на экзамене должны быть в масках и перчатках. В остальном же итоговые испытания 2020 ни в чем не отличаются от экзаменов прошлых лет. В 2020 году, конечно же, экзамены в пункте проведения номер 5 проводятся в привычной для детей обстановке. И экзаменационные материалы поступают к нам по защищенному каналу, по сети интернет. И мы используем также, как и в прошлый год, технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в аудитории. То есть все при детях печатается, при детях сканируется, раздаются экзаменационные материалы детям, они получают свои индивидуальные комплекты и приступают к выполнению работы. А что-то необычное все-таки есть в процедуре? В этот год, конечно же, необычная процедура это одна. То есть дети, конечно же, соблюдают дистанцию. В аудиториях парты находятся из рабочей столы на определенном расстоянии. Это соблюдение дистанции полтора метра. В аудитории распределено не как обычно 15 человек, а от 9-10 человек. На входе вы видели, когда попадаете в пункт проведения экзамена, тоже нанесена разметка, тоже соблюдается дистанция. Еще один момент, который следует отметить, это то, что готовиться к ЕГЭ 11-классникам, по большому счету, пришлось самостоятельно. Я считаю, что подготовка повлияла дистанционно, потому что помимо того, что говорят учителя, в интернете можно найти какую-то дополнительную информацию. Также в интернете можно найти объяснение, отличающееся от объяснения учителя. Переживать волнение выпускникам и их родителям предстоит еще почти до конца месяца. Точнее, до 22 июля, когда будет сдан последний устный экзамен по иностранному языку. Продолжение следует... Продолжение следует...